Как музыкальные лейблы обманывают артистов? Уникальному контенту нужно намного меньше денег, чтобы раскрутиться. У меня был случай, когда артисту хватило 20 тысяч рублей, чтобы песня стала хитом. Когда артист платит деньги, чтобы его песня появилась в ротации, это взятка, это вызов всем маркетологам. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о продвижении творческих проектов в интернете. И в гостях у нас специалист по музыкальному маркетингу Шагор. Здравствуйте, Шагор! Приветствую! Так получилось, что сегодня запись нашей программы проходит в тот день, когда вся страна, вернее, все телевидение празднует юбилей самой главной, самой известной эстрадной российской певицы Аллы Пугачевой. На какую кнопку не нажмешь, везде ее песни, интервью с ее бывшими мужьями, фильмы с ее участием. Можно ли сказать, что это для молодых артистов сегодняшних является примером такой вот раскрутки, которая вот на десятилетие? Примером раскрутки, да. Я боюсь, что у нас молодежь в скором времени забудет, кто такая Алла Пугачева. Вот. Но это действительно очень крутой пример раскрутки. В первую очередь, наверное, потому что она в то время, когда начинала, она была, наверное, единственной такой эпатажной и скандальной. То есть самое главное, о чем я всегда говорю артистам, да, что нужно чем-то выделяться, нужно быть уникальным, нужно иметь какое-то свое. Вот. В ее случае это было максимально, ну, максимально показательный такой фактор, что, да, она была первой скандальной, первой провокационной исполнительницей, еще и вот при Советском Союзе, можно сказать. И, соответственно, да, это отличный пример. Сегодня вот с средствами продвижения в интернете, с средствами маркетинга или маркетинга, говорят на Западе, можно ли молодому начинающему артисту выбиться, добиться такой же вот сравнимой известности? Вы знаете, это очень относительный вопрос. То есть, если мы говорим об артистах уровня класса А, да, куда я отношу, там, Аллу Пугачеву в том числе, и, ну, это категория самых топовых артистов а-ля, там, Григорий Лепс. Если говорить о более современных, это, наверное, артист формата Макс Корж, вот такого плана. Тут все совершенно не зависит, там, от количества инвестиций, которые они вкладывают, даже не столько зависит от инструментов продвижения, сколько на такой уровень артист может выйти, исключительно имея правильный набор факторов. То есть, помимо продвижения, важно понимать, что продвижение – это всего лишь одна из деталей всего составляющего артиста. Есть там, нужно обязательно прорабатывать образ, модель поведения артиста, его материал, то есть, сам продукт, не только песни визуально, там, клипы, видео какие-то, маркетинг в том числе. И затем у нас идет такой фактор, как концерты, продажа артиста на какие-то выступления, мероприятия, да, за гонорары, организация, собственно, своих концертов каких-то, продажа, там, сейчас у нас часто продается какая-то реклама и так далее. И вот артист – это совокупность всех этих элементов. Соответственно, на одном только примере ее продвижения, к сожалению, наверное, нет. Но возможности есть у всех. Я вообще не верю, что в 21 веке у кого-то нет возможности сделать что-то. Тот же самый Илон Маск, да, сейчас вот, можно сказать, основной гений, да, мировой, он вообще, если не ошибаюсь, там, из ЮАРа переехал. То есть, ну, фактически был гражданином Южноафриканской республики. И просто переехал потом и начал все это делать. То есть, фактически даже человек из Африки может стать в мире одним из самых гениальных людей. То есть, да, резюмирую этот момент. В 21 веке человек может все, что угодно, самое главное – не сидеть на месте. Ну, я знаю, что вы работали в продюсерском центре продюсера Матвиенко. С кем еще вам удалось уже поработать? С какими артистами, с какими лейблами? И какой был опыт? У меня очень нетривиальный опыт, потому что я, мое первое рабочее место, это было в Нью-Джерси, музыкальный лейбл Warner Music, филиал, вернее, Warner Music, студия IT-16. И я там работал Эйнар-менеджером. Не знаю, насколько она известна в России. Есть такая скрипачка Линдси Стерлинг. И у нее такой довольно уникальный контент. Она играет на скрипке под современные аранжировки. Там бывает и даб-степ, и под прямые бочки, и под ломанный ритм. В общем, она под современные аранжировки накладывает свою скрипку. И параллельно это все визуализируется под ее акробатические номера. Там около танцевальной, около акробатические номера. То есть это вот был первый проект, с которым я работал. И, собственно, я там проработал три с половиной года у них на Warner. И моим следующим местом работы был продюсерский центр Матвиенко, когда я, собственно, после учебы вернулся в Россию. И насколько отличались методы работы? Абсолютно, совершенно. Это не камень в огород Игоря Матвиенко и так далее. В принципе, я после Игоря Матвиенко я там сотрудничал с Blackstar и с продюсерским центром Лепса. Я их так, немножко грубо, наверное, называю совкопитеки. Это такой отдельный вид человека, который еще не понял, что у нас наступил 21 век. И у нас все-таки даже самые продвинутые лейблы музыкальные сегодня делают то, как, например, в США уже с 60-х годов не делают. У нас до сих пор это является актуальным форматом работы. Ну, вот, например, те самые контракты 360, где артисты после того, как эти контракты заканчиваются, остаются ни с чем. Без имени, без песен, все принадлежит музыкальному лейблу. А, собственно, артист должен заново все начинать. Ну, обычно они заново не выстреливают. Ну, это, в принципе, как и в музыке, наверное, да? Те музыкальные жанры, тренды, которые происходят, появляются на Западе, они спустя несколько лет появляются и в России. Это об этом же речь? Как и в маркетинге то же самое? Есть такое. Да, я думаю, это во всем. Как бы это грустно не звучало, все-таки у нас немножко отстающие тренды от общемировых. То есть мы все-таки от них отстаем во многом, не только в музыке и в маркетинге. Ну да, в целом, вообще такой формат, как там продюсерский центр, вот по 360, где какой-то единый инвестор вкладывает все в артиста, такого формата вот на Западе его нету с 60-х годов. То есть там есть формат 360, когда вкладываются чужие деньги, да, в артиста, но при этом он работает совершенно по другой схеме. То есть артист все равно остается там околонезависимым, даже если он там полностью кому-то принадлежит, там хотя бы у него небольшой кусочек всегда остается. Вы на своем сайте shagor.ru, вы публикуете много интересной информации для, да, вот, кстати, у вас на груди лейбл. Это, кстати, бриллиант? Это, нет, это на самом деле контур, как в значке Супермена, то есть я на самом деле, скажем так, фанат комиксов с детства. Вот, и это контур Супермена с моим сайтом. Вы на сайте публикуете очень много такой полезной информации, как вы пишете там без воды и пафоса, и как бы не только, ну, там полезная информация, но порой довольно-таки откровенная и так, без обиняков. Вот я некоторые заголовки вот прочту, ну, вот, например, как музыкальные лейблы обманывают артистов? Да, верно. Или мошенничество и коррупция в шоу-бизнесе. Верно. Музыкальные лейблы, дистрибьюторы и жулики. Да, верно. Вы не боитесь настроить вот против себя каких-то сильных мира шоу-бизнеса? Абсолютно не боюсь. Я считаю, что у нас такой формат, как сильные мира сего, это тоже формат 20 века, потому что сегодня силой невозможно ничего решить. Сегодня решает интеллект. И я не считаю, что кто-то меня может убрать в плане, там, ну, я не думаю, что они будут силой пытаться это все убрать. А каким-то навыком и опытом я не уверен, что они поймут, как это сделать. Но вы когда вот пишете вот заголовок, что мошенничество и коррупция в шоу-бизнесе, что вы имеете в виду, о чем обычно идет речь? Когда мы говорим о коррупции, я в первую очередь говорю о платных ротациях. То есть радиостанции, телеканалы, в том числе крупнейшие, о том, как они продаются. Ну, собственно, когда артист платит деньги, чтобы его песня появилась в ротации, это взятка. Это откровенная взятка. Причем я, более того, я в той статье выложил аудиозапись телефонного разговора. Там был большой скандал. Я с телеканалом общался, они просили у меня денег. Я записал этот разговор и, собственно, выложил в интернет его. Какие были последствия? Если не ошибаюсь, у телеканала сменилось руководство на тот момент. Вот. Но, да, в принципе, я считаю, что об этом нужно говорить. Есть определенные проблемы в российском шоу-бизнесе, которые нужно решать. То есть и вы, ну, сразу же, вы никому не советуете из молодых артистов платить за ротацию на радио? Конечно, абсолютно. Я категорически против того, чтобы на платной основе ротироваться на каких-то радио и телевидениях. А как? За счет таланта, за счет связи? Да, за счет интересного материала. Я могу так сказать, что сегодня радиостанции и телеканалы очень серьезно теряют свои рейтинги. И потому что аудитория все больше уходит в интернет. Например, я знаком с редактором радиостанции Like.fm, с Андреем Корновым. И он мне конкретно говорит, что я даже не слушаю сейчас, что мне присылают на почту. Я просто открываю популярную музыку ВКонтакте и слушаю, выбираю, что мне нравится. То есть сейчас, в принципе, артисту достаточно в интернете раскрутить свой материал, получить огромную массу аудитории. И поверьте, когда есть огромная аудитория, тогда все телеканалы и радиостанции сами будут звать этого артиста себе в эфир. То есть это работает сейчас совершенно в другом ключе. Мы еще поговорим о социальных сетях. На ваш взгляд, что должен знать молодой музыкант, который только вступает на тропу шоу-бизнеса, российского шоу-бизнеса? Какие подводные течения, какие подводные камни? Что он должен заранее знать о тайной жизни российского шоу-бизнеса? Очень важный вопрос. И тут отдельное внимание. В первую очередь артисту нужно уделить лицензированию своего материала. Объясню, что это такое. Когда артист выпускает песни, они должны издаваться на каком-то... У нас в России это по-разному называется. Они называются дистрибьюторы, паблишеры, лейблы, музыкальные издательства. Фактически они все выполняют одну единственную роль. Они выпускают материалы артиста на цифровых площадках, в цифровых магазинах музыки. То есть iTunes, Apple Music, Google Play, Яндекс.Музыка, YouTube Music, Boom. Ну, собственно, что даже прослушивание музыки ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте артистам сейчас приносят деньги. То есть если условно я артист, пою песню за то, что мою музыку слушают люди ВКонтакте, я за это получаю деньги только при условии, что мой материал лицензируется там. Артисты очень часто игнорируют вопросы лицензирования. У меня вот недавняя моя статья на сайте, как раз таки называется «Как музыкальные лейблы обманывают артистов». Прямо первый пример как раз таки о том, как артист в свое время, это очень популярный артист, был, в свое время не позаботился о лицензировании музыки должным образом. И, соответственно, в один момент, просто находясь на пике, он по щелчку пальцев просто теряет свою карьеру и на долгое время пропадает из радаров. Соответственно, по возвращению он уже никогда не вернется на тот пик популярности, который был, потому что сейчас уже его материал немножко староват. В первую очередь артисту нужно позаботиться о лицензировании. То есть прямо вот можно загуглить «Дистрибуция музыки» и найти какую-нибудь компанию, команду, агрегатор хотя бы, который выпустит. Хотя я с агрегаторами не очень рекомендую обычно в статьях работать, но это отдельный вопрос. Самое главное, чтобы было хотя бы какое-то лицензирование, чтобы, во-первых, алгоритмы социальных сетей считывали этот материал, чтобы монетизация была и чтобы авторские права на ваш материал были защищены, даже если вы, грубо говоря, в РАО как автор не зарегистрированы. Но как минимум вот эти песни, они будут защищены. Ну не только, наверное, сами песни, но и, собственно, и псевдоним свой творческий. Вот, например, как тот же Дима Билан, который ранее назывался Витя Би-Лан. И как он, кстати, решил эту проблему? Он решил эту проблему элементарно. Он в какой-то момент, Дима Билан, это был его творческий псевдоним, да, фактически он был Виктор Би-Лан. В тот момент, когда у него произошел этот конфликт и начались судебные разбирательства, Яна Рудковская, довольно умный человек в этом плане, нашла такое решение. Они ему поменяли паспорт и поменяли имя, фамилию в паспорте, и теперь он официально в паспорте Дима Билан. Даже не Дмитрий, а именно Дима Билан в паспорте. То есть сейчас Дима Билан – это не творческий псевдоним, чей-то, который он использует, а он просто выступает под своим настоящим именем и фамилией. А есть какие-то обратные примеры, когда молодой артист, из-за того, что он как-то не уделил этому вовремя внимания и в контракте потерял права на собственное псевдоним? Вот, собственно, тоже в недавней статье я написал про лейбл Black Star, о том, как буквально год назад такая была исполнительница Кристина Си, которая сейчас не может выступать под творческим псевдонимом Кристина Си, творческий псевдоним, который она придумала сама. Она не может исполнять свои песни, которые сама написала. То есть человек фактически потерял всю свою карьеру. То же самое в ближайшее время сейчас пройдет с Егором Кридом, с Эл Уаном. Это все артисты Black Star, с которыми в ближайшее время, ну, я думаю, в тот момент, когда это видео будет выложено, возможно, уже это произойдет. То есть люди просто потеряют, люди вот много-много лет зарабатывали лейблу много-много денег, да, и в итоге лейбл просто их отпускает, ну, грубо говоря, выкидывает из самолета без парашюта просто. Ну да, это печально. Это совкопитеки. Это печально. Лейбл Black Star работает по устаревшей методике. Вы назвали одну из социальных сетей ВКонтакте. А в принципе, вот продвижение творческого проекта в социальных сетях, в каких лучше социальных сетях? Существуют ли какие-то вот методики или существуют ли какие-то социальные сети, которые специально, ну, более там интерфейс, либо там аудитория у них уже предрасположена к принятию таких творческих проектов? Тут очень важный фактор. Все очень зависит от аудитории артиста. То есть в разных социальных сетях сидят разные люди там не только по демографическим своим параметрам, да, но и по категориям интересов. То есть, например, в Инстаграме сидят люди больше визуалы, которые любят листать визуальные картинки, видео и так далее. А ВКонтакте, например, люди чаще используют для того, чтобы там, ну, в основном молодежь используют как мессенджер и как прослушивание музыки. Вот два формата, для чего люди используют ВК. А какая-нибудь социальная сеть а-ля «Одноклассники» – это больше региональная история, да, то есть там меньше крупных городов в «Одноклассниках», да, и больше именно людей из регионов там сидит. Ну, и чуть постарше там аудитория, чем ВКонтакте, хотя сейчас она более-менее там смешивается. Но сама суть заключается именно в том, что все зависит от аудитории, на которую рассчитан материал артиста. Если артист, например, вот есть очень такой, не скажу, что прямо популярный, да, но более-менее известный артист – зомб. Вот среди, ну, среди молодежи он довольно известный. Это какой жанр у него? Ну, у него такой поп, хип-хоп, вот что-то вот такое. Ну, это современная такая урбанистическая музыка, скажем так. Иногда с уклоном в регги довольно качественным. Суть в том, что человек, у него очень много песен, и он часто выпускает прямо песни за песней, при этом у него очень мало видео. Соответственно, для вот него, например, Инстаграм вряд ли подойдет, потому что у него просто-напросто нету столько визуала, чтобы подавать аудитории. А аудитория инстаграмовская хочет контент потреблять прямо регулярно. Поэтому, вот, например, ему больше подходит ВК. Соответственно, если мы говорим о Ютубе, да, тоже можно его рассматривать как социальная сеть фактически, то там сидит совершенно другая аудитория. Там сидит аудитория, которая в первую очередь смотрит всякие блогеров, обзоры, какие-то отчетники и так далее. Поэтому, если мы говорим там о Ютубе, то это в первую очередь должно быть, там должны быть некие бэкстейджи. Опять-таки, ну, я сейчас не беру в учет видеоклипы, что является стандартным, да. Там должны быть бэкстейджи, там должны быть лайвы, там должны быть какие-то прямые эфиры, где люди общаются со зрителями. И, ну, в общем, резюмируя, возвращаемся вновь к тому, что все зависит от целевой аудитории. Тут нельзя сказать, что какая-то социальная сеть для всех будет лучше, чем другая. Тут вот именно от того, что это за материал, что это за артист. Исходя из этого, мы обычно отбираем те социальные сети, на которые мы больше приоритета отдаем, а которым меньше. — Ну, скорее всего, от жанра тоже зависит. Например, шансон тут же было бы логичнее продвигать там вот… — В одноклассниках в фейсбуке. — В одноклассниках, да. — Верно. — И в фейсбуке, да? — Да. — Ясно. А существуют ли какие-то вот такие универсальные стратегии, которые вот… — Нет, не существует. Вообще, вот у меня есть статья на сайте, которая называется «Сколько нужно денег на раскрутку артиста?» Как-то так, может быть, там в каком-то слове ошибся, но вот такое название. — Сколько нужно денег на раскрутку артиста? — Вы, кстати, эту статью, по-моему, обновляли. Она у вас была там в 2016 или в 2017 году, потом там пометка, что автор считает данные устаревшими. А в чем устарели? — Ну, потому что с 2016 года прошло уже… с тех пор, когда я написал ту статью, прошло уже два с половиной года. И та информация за два с половиной года… — Ну, в общем, маркетинг меняется очень быстро. И те данные, которые были актуальны в 2016-м, сейчас они уже не актуальны. — В общем, суть в том, что в этой статье в первом же предложении я говорю, что не существует какой-то универсальной схемы по продвижению артистов, соответственно, не существует какого-то ценника на продвижение артистов. То есть это первое, о чем я говорю. Есть политика ценообразования, есть определенные маркетинговые законы, да, ну, законы маркетинга, они как законы математики, с ними ничего не поделать, в рамках них нужно крутиться. Но решение, грубо говоря, новых формул, когда каждый раз приходят новые формулы, да, решение всегда делается различными способами. В тех же самых условиях законов маркетинга, но при этом это всегда разные формулы. — Но все равно нельзя же говорить, что как бы вообще деньги не нужны для раскрутки артистов. — Конечно. — Все равно же деньги-то нужны. — Конечно. — И сколько нужно денег? Какой стартовый капитал должен быть у талантливого такого молодого? — Два интересных примера, которые я приводил то ли в статье, в трансляции, по-моему, у себя я приводил эти два примера. У меня был случай, когда артисту хватило 20 тысяч рублей, чтобы песня стала хитом. Это исключительный случай, подобного еще на моей практике не было, но 20 тысяч рублей хватило артисту, чтобы песня стала хитом. — Каким образом он их потратил, эти 20 тысяч рублей? — Они были потрачены исключительно на посев музыки ВКонтакте. Я могу так сказать, что больше таких примеров у меня не было, когда за такую сумму это получилось. При этом у меня был пример, я прямо озвучу. Есть такая Настя Кудри, дочка очень богатого владельца телеканала, в которую папа инвестирует очень-очень много денег, вкладывается по полтора миллиона в продвижение каждой песни. Ни одна песня не стала хитом. — То есть это у нее плохие песни или это плохой маркетинг? — В первую очередь это не уникальный материал, то есть материал вторичен. Тот формат, который она исполняет, то, что она поет, этого уже очень много в нашей стране. То есть здесь уже очень много аналогичных певиц. Невозможно артисту выстрелить, если он кого-то просто повторяет. Этого просто не бывает. — Вот сразу же вопрос такой возникает. Вот мы говорили о том, что тренды, они приходят с опозданием в Россию. Вот рождаются ли в России, в российской музыкальной среде, какие-то уникальные, чисто российские стили, жанры? — Рождались раньше. — Например, вы можете назвать? — Группа кино. Отличный просто пример. «Неповторимый». Группа «Сектор газа». Абсолютно уникальный проект. — Ну да, это точно «Неповторимый» — «Сектор газ». — Совершенно, совершенно. И на самом деле их раньше было много. Но как только к нам пришел капитализм, скажем так, общество потребления, так как у нас своей какой-то свободы никогда не было в истории, у нас там от крепостного права до 90-х никогда не было реальной свободы. Мы не совсем знали, что с этой свободой делать, и мы начали копировать что-то другую свободу. То же самое произошло и с музыкой, и с маркетингом, и со всеми остальными технологиями. — До сих пор копируем? — До сих пор, да. До сих пор фактически у нас выстреливают с чем-то уникальным те артисты, которые нашли тот западный тренд, который у нас еще и просто не успели повторить. То есть да, артистам, если артисты на что-то ориентируются, я рекомендую ориентироваться на тот западный тренд, который у нас еще не повторили. — Ну а русский шансон, так называемый жанр, блатные песни, это тоже с запада пришло, либо это российское явление? — Нет, это наше явление, но оно не текущее явление, оно все-таки пришло там с конца 80-х где-то. Если не ошибаюсь, когда шансон пришел? С конца 80-х где-то начался вот такого формата шансон. — Но они всегда были, это же были братья жемчужные такие были, архалии северные. — Все равно, это не совсем в таком понимании шансон, как сейчас. — Если нет универсальных способов продвижения, то какие на вашей памяти вот такие не универсальные, какие штучные за последнее время вы могли выстрелить? — Буквально пару недель назад есть такой хип-хоп-исполнитель СТ, который... Ладно, начну еще чуть раньше. Буквально год назад мы научились продвигать прямые трансляции ВКонтакте. То есть артисты выходили в прямой эфир, исполняли свой онлайн-концерт, и мы научились это продвигать. Кстати, за год до сих пор, кроме нас, никто этого не научился делать. Это вызов всем маркетологам. Вы что-нибудь будете заниматься или нет? — Я думаю, маркетологи примут этот вызов. А это сложно, это действительно невозможно повторить? — Это легко повторить. Мы это придумали вот просто по щелчку, мы просто включили мозг и придумали. На самом деле куча всего у нас можно еще реализовывать, придумывать и так далее. Просто никто не хочет заморачиваться. Все любят просто работать, потому что уже однажды сработало, и никто не хочет... Я даже вот в свое время, работая там еще с Игорем Матвиенко, еще тогда, в принципе, понял, что люди не готовы воспринимать новую информацию. У нас немножко вот этот консерватизм в менталитете, он, к сожалению, еще остался. В свое время Максим Фадеев говорил, что рэп никогда не станет популярным в России. Сейчас это самый популярный жанр среди молодежи. Это все потому, что было что-то новое, а что-то новое мы воспринимаем не сразу. Для нас что-то новое — это что-то страшное. Представьте там... — Это нормально, это стереотип восприятия. То есть сначала все это воспринимают, что до этого не может быть, потом второй этап, в этом что-то есть, и третий этап. — Ну, это же было всегда. — Ну да, 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 верно. То есть вот этот консерватизм, он мешает людям очень часто. То есть когда я начал там обзванивать артистов, говорить, мы научились продвигать прямые трансляции, люди сначала типа, а зачем? А зачем вообще это надо? А что это? Да нет, мы, наверное, не будем. Вот это была основная реакция. Но появился рэпер Асте, который сказал «О, круто!» И что произошло дальше? Дальше рэпер Асте поставил рекорд. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса буквально 3 апреля, если не ошибаюсь, это происходило. Он вышел в прямой эфир с онлайн-концертом, который длился 24 часа. То есть 24 часа подряд, с перерывами по 5 минут каждый час, 23 перерыва у него сумма была. — Ну это работа на износ. — Он читал рэп, да. Он там умирал уже под конец. Причем, интересно... — Это, кстати, был экспромт или это было заготовлено, текст вот сам, который он читал? — Он свои песни исполнял. По кругу, по три круга он их исполнял, свои песни. Самый интересный момент, я там ночью ложился спать, я не собирался как бы смотреть всю эту трансляцию, наблюдать за ней за всей. И я думал, что будет забавно, если я проснусь и увижу, как Эстет там просто спит уже, ну просто храпит. Так в итоге я проснулся, открываю трансляцию в онлайне, и в этот момент прямо очень символично он поет песню, в которой говорится «Умирал, но пел». И это прямо вот было бомба. Вот, и, собственно, человек попал в книгу рекордов Гиннесса. — А сколько просмотров это было? — То есть, вы такие количественные характеристики? — Суммарно эту трансляцию посмотрело чуть больше 7 миллионов человек. Это довольно много. Ну, то есть, это, кстати, тоже рекордный показатель для прямой трансляции. У нас даже первый канал не всегда 7 миллионов человек собирает. — Это были просмотры из России, либо со всего мира? — Нет, не со всего мира. Это были просмотры, так как это была социальная сеть ВК, это были просмотры из стран СНГ, кроме Украины у нас. В Украине же заблокирован контакт. Вот, поэтому все, можно сказать, русскоязычные страны, кроме Украины. — Талантам надо помогать, посредственности прорвутся сами. У вас на сайте даже есть такое предложение, что вы талантливый музыкант, и вы их бесплатно консультируете. Как происходит эта работа? Вам присылают... — Да, мне ежедневно присылают материал на почту, я ежедневно его отслушиваю. Собственно, я отбираю то, что на мой взгляд... — Тут важно тоже такое примечание сделать, что если я что-то отобрал, я, как и любой человек, могу в чем-то ошибиться. Иногда такое тоже бывает, что я принимаю решение, может быть, где-то я упустил кого-то действительно хитового. Такое может произойти. Но я, исходя из своего опыта, который с 2007 года у меня начался, я все-таки стараюсь как-то прощупать, прощупать действительный талант. Иногда даже бывает, что артист еще не до конца сформированный, но я вижу, что у него крутые идеи. Тогда я его консультирую для того, чтобы помочь ему раскрыть его потенциал, помочь его как-то направить в русло раскрытия идей, каких-то новых экспериментов и так далее. — А критерии какие вы слушаете? Просто нравится, не нравится? Либо это принадлежность к жанру, к школе? — К жанру совершенно не привязано. Для меня не имеет никакого значения, в каком жанре исполняет человек. То есть у меня есть в работе композиторы с более уклоном в классическую музыку, есть артисты, которые исполняют романсы, есть эстрадные, есть кто читает рэп, есть кто исполняет синтепоп. Мне совершенно не важно, в каком музыкальном жанре работает исполнитель. Самое главное, чтобы этот материал выделялся. То есть я не консультирую людей со вторичным материалом. Ну, с вторичным, я имею в виду, с материалом, который, ну вот, блин, его будем продвигать, там будет хейт половины, и половина людей будет говорить, что это там копия, я не знаю, Ольги Бузовой условно. Как бы, я просто считаю, что так, ладно, по-другому скажу. Уникальному контенту нужно намного меньше денег, чтобы раскрутиться. Когда контент, когда материал артиста похож на что-то, что уже есть, а тем более, если этого есть уже очень много в таком формате, тогда и вкладывать в продвижение этого нужно в несколько раз больше, чем уже популярные артисты в этом жанре. То есть если, условно, девочка хочет делать песни в стиле Ольги Бузовой, то ей нужно вложить больше денег, чем вложила Ольга Бузова, чтобы это пробилось. Ну, а почему так? Это надо отстроиться от Ольги Бузовой, да? Или, казалось бы, дорожка-то проторена уже, да? Ну, дорожка проторена – это не всегда, как бы, не всегда верный формат. Просто, опять-таки, люди все равно слышат, что вот это похоже на то, это похоже на то. И люди будут воспринимать это как уже попытку скопировать, как некую пародию на этого артиста. То есть, вот простой пример. Выходил у группы «Грибы» трек «Тает лед», после которого почти моментально такой рэпер Джиган сделал песню, не помню, как она называлась, «Дни и ночи», которая вот просто один в один скопирована. И все прекрасно знают, что один в один скопирована она, вот, под «Тает лед». Какая песня более популярна? Помним ли мы вообще вот эту песню Джигана? И вспомнили ли вы бы эту песню, если бы я сейчас о ней не вспомнил? То есть, второсортный материал, материал повторяющийся, он забывается очень быстро. И в него нужно вкладывать намного больше денег, чтобы выделиться на его фоне. Плюс он должен быть сделан качественнее. А когда у артиста уникальный продукт, вот как вот мы говорили, группа кино, да, Виктор Цой, у него был уникальный продукт, ему даже особо денег не нужно было вкладываться. Я приводил пример, вот, рэпер Крафт, которому 20 тысяч рублей было достаточно, чтобы о нем узнали все, потому что он своеобразный, он уникальный, он неповторимый, его до сих пор невозможно повторить. То есть, вот, у человека есть своя авторская нотка, поэтому ему достаточно минимум вложений, чтобы его материал хорошо расходился. Еще примеры какие-то? Есть ли такого уникального, точечного, такого штучного продвижения? Прямо уникального, штучного с точки зрения промо? На самом деле их довольно много. Тут важный фактор то, что инструментарий, сам инструментарий, он обычно не отличается. Отличается именно направленность в аудиторию. То есть, например, в свое время совершенно уникальным было, да и буквально не так давно, на самом деле, года 4-5 лет назад, мы с командой это делали очень активно, мы организовывали презентации, в каком мы снимали помещение какое-то клубное или еще какое-то, мы приглашали кучу СМИ, приглашали кучу артистов. Причем у меня была такая хитрость, я сразу вставлял заранее топовый список, который мне интересен, да, топовый список СМИ, которых я хотел пригласить, и топовый список артистов, которых хотел пригласить. И, значит, я артистам рассылал, говорил, что смотрите, на мероприятии будут вот такие вот СМИ, приходи посвятить лицом, условно говоря, да. И смешникам рассылал, что смотрите, у нас на мероприятии будут вот такие классные артисты. и собственно они все приходили туда друг на друга и я в этот момент продвигался артиста такой формат был очень хорошо работал сейчас уже просто формат презентации формат вот этих вот встреч вот этих до сих пор на самом деле есть пиарщики которые водят своих артистов по этим бесполезным встречам и берут за это очень много денег там обычно от 50 тысяч в месяц за то что они просто катают их по этим встречам иногда какие-то публикации дают но сейчас уже этот формат не у нее не актуален из актуального могу сказать вот появилась такая социальная сеть тик ток исключительно для школьников но если мы говорим о каком-то молодежном музыкальном жанре продвигаться там довольно уникально потому что пока особо много людей там не продвигаются то есть если мы говорим о каких-то точечных вещах то что мы делали там пару лет назад сейчас уже это не уникально если мы говорим об уникальном продвижении то нужно именно самостоятельно придумывать новые варианты продвижения то есть от того что я сейчас что-то назову да и кто-то попробует это повторить это не будет уникальным способом продвижения нужно именно используя определенные законы маркетинга придумывать свои собственные уникальные вот сейчас еще яндекс свою социальную сеть это организует аура по моему называется пытается что это уже это известно они я честно скажу я не очень верю в эту социальную сеть я не видел мельком пробежался но я не считаю что компания яндекс состоянии сделать конкурентоспособную социальную сеть и обойти по мозгам павла дурова но у них есть вот уже дзен где можно то они дурова не обойдут но они все равно как бы пытаются что-то делать вот они только доставляют контент они сами начинают производить контент то есть например в этом году в новый год тысячи 2019 они вот организовали что-то подобие голубого огонька то есть вы телеканал сделали но это все очень классно но я не особо верю у нас к сожалению сейчас в интернет среде всех самых умных людей разобрали это был яндекс понятно вот вы несколько раз во время нашего разговора сказали наша команда наша команда можете рассказать о вашей команде кто ходит какие специальности по крайней мире чем не большая команда но при этом мы я люблю считать что мы очень эффективны небольшая команда у меня есть мой главный помощник владимир который в принципе занимается управленческими в основном делами да я больше такой около творческий человек я люблю продумать стратегию действий тактические действия придумать и собственно вести этот вектор работы а вот владимир это человек с скажем так управленческими навыками да с некими лидерскими такими качествами который собственно в первую очередь он руководит как раз таки командой в команде у нас есть администратор непосредственно человек который ведет взаимодействие там с артистами регулярные там регулярно предоставляет им отчеты ругается там на нас слова если мы там что-то о чем-то забыли все она видит ведет весь учет помимо администратора у нас два smm специалиста которые делают контент ведут запускают рекламные объявления у нас два менеджера по рекламе которые на регулярной основе ищут новые площадки где можно размещать рекламу договариваются сбрасывают цены ну то есть подбирают наиболее актуально плюс у нас дизайнер дизайнер у нас из белоруссии на удаленке и у нас айтишник кодер команде то есть вот небольшая такая команда вы разработали написали книгу которая называется основа музыкального бизнеса я как бы специальный курс который вы проводите обучение о чем каково содержание у этого курса и на кого он рассчитан значит книга в первую очередь решает определенную проблему которая есть у нас в шоу-бизнесе у нас большинство начинающих артистов вот то вот вы тоже задавали этот вопрос да с чего начать артисту просто это довольно таки обширный такой вопрос да эта книга помогает артисту разобраться именно в структуре шоу-бизнеса в структу именно музыкального бизнеса до шоу-бизнес это не только музыка в структуре музыкального бизнеса как он устроен где в общем грубо говоря музыкальный бизнес точно такой же вид бизнеса как и любой другой только выстроен он Специфика тут построена на личном бренде. И книга отвечает на вопросы, как продумать позиционирование и брендинг для артиста, на что нужно ориентироваться. Книга отвечает на вопросы о том, какие требования к продукту предъявляет общество, публика, то есть что в первую очередь необходимо в звуке, условно, артиста, в его материале и так далее. Книга пошагово расписывает базовые основы по маркетингу, по продвижению материала. И завершается книга непосредственно тем, как должен вестись менеджмент, продажа артиста на площадке, продажа его выступлений и как это начинать монетизировать. То есть книга – это такая поэтапная энциклопедия, поэтапная инструкция по внедрению начинающего артиста в этот рынок, чтобы разобраться с базовыми фундаментальными вопросами. На кого он рассчитан? На самих артистов, либо на продюсеров? Будет очень грустно, если продюсерам необходимо покупать эту книгу, и продюсеры не знают ответа на эти вопросы. Но если, например, человек хочет стать продюсером в дальнейшем, то ему эта книга абсолютно точно поможет намного больше, чем какие-нибудь курсы типа RMA, Академия шоу-бизнеса и вот эти все бесполезные синергии. У нас есть куча этих бизнес-молодость, вот этих вот бесполезных ребят. Вы уже несколько советов, собственно, дали начинающим музыкантам, то есть это вот обращать внимание на защиту, на лицензирование контента, не платить за ротацию. А можете еще в завершении нашего разговора несколько лайфхаков начинающим музыкальным талантам? Очень важно принять тот факт, что если мы стараемся сделать что-то уникальное, то вы будете ошибаться. Нужно принять тот факт, что ваш голос не является уникальной ноткой, ваш голос не является чем-то уникальным, потому что очень многие начинающие артисты думают, что его уникальность – это его голос. Это не так. Если у вас нет какого-то инопланетного тембра голоса, да, или ваш голос там все еще соответствует общечеловеческим там тембрам, то ничего уникального в вашем голосе нет. Другой вопрос – то, как вы им управляете, этим голосом. Самое главное – не бояться экспериментировать, стараться делать что-то новое, что-то свежее. Даже если все будут говорить, что это не зайдет, повторюсь, напомню, Фадеев как-то говорил, что рэп не зайдет. Все будут говорить, что это не зайдет, потому что это что-то новое, странное. Вот, значит, именно это вам и нужно делать. Вот, что-то новое, что-то странное. Ну, естественно, есть куча технических моментов, то есть это должно быть технически грамотно выполнено. Да, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь ошибок. И периодически включайте самоиронию и не переживайте по пустякам. Это были лайфхаки от Шагора, специалиста по музыкальному маркетингу. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.